Напомним, по данным следствия, в начале июля в Березняках произошел сброс химических веществ. Это стало причиной превышения нормативов вредного воздействия на окружающую среду. 6 августа Западноуральское межрегиональное управление Росприроднадзора признало Березняковский содовый завод виновным в совершении административного правонарушения и назначило предприятию штраф в 150 тысяч рублей. В суде представитель БСЗ попросил признать незаконным постановление Росприроднадзора и отменить его, а производство по делу прекратить. Якобы отсутствует состав административного нарушения. У БСЗ накопилось множество претензий к надзорным ведомствам. В частности, адвокат посчитал, что расследование началось намного раньше, чем возбудили дело. Соответственно, в настоящем случае для нас дело возбуждено в осени 12 июля 2020 года на основании постановление соответствующего специализированному прокурору Березняковской межрегионной природоохранной прокуратуры. Оно возбуждено на две недели раньше. Но это обстоятельство отсюда скрывается. Также в деле защитник нашел несоответствие в технических терминах. По его мнению, проверяющие использовали некорректные определения. Такого элемента, как поглушь прошлом накопителя, действующее законодательство не знает. Вот как я должен понимать, откуда и чего там вытекало, по мнению лица, который это написал. Есть понятие чаша шлама накопителя, есть понятие дамбы шлама накопителя, отстойники, путепроводы и так далее. Шлама проводы. А что такое подошва шлама накопителя? И ни у кого, включая сотрудников прокуратуры природоохраны, не возникло вопроса, о чем, собственно, речь в этом акте. БСЗ попросила суд назначить комплексную судебную гидрологотехническую экспертизу на предмет влияния отстойника шлама накопителя на окружающую водную среду. Стоит отметить, что представителей природоохраны прокуратуры и Росприроднадзора на заседании не было. Решение суда по жалобе БСЗ ожидается 9 октября.